проект x это комплексы лабораторий в разных местах зоны отчуждения в которых проводились эксперименты над людьми большинство лабораторий были найдены ближе к центру зоны возможно вы не знали но есть лаборатория которая располагается прямо на кордоне возле деревни новичков если в деревне новичков вы повернетесь в сторону разрушенного моста вы увидите неприметное здание внутрь него попасть нельзя но если пролететь в режиме сквозь стены то можно увидеть глубокую шахту в самом низу которая лежит труп военного но перед тем как вы узнаете какие секреты скрывает это подземелье я хочу порекомендовать вам свой магазин рандомных ключей и аккаунтов добродавгамец.com здесь вы можете попытать удачу выбить какую-нибудь топовую игру а если вы не очень удачливый человек то вы можете купить конкретную игру которая находится во вкладке аккаунты всем заранее спасибо за поддержку моего канала в эту шахту можно попасть не только через эту будку но и другими путями первый из этих путей это крайний домик деревне новичков закрытой дверью чтобы открыть эту дверь и спрашиваем волка о жильце этого дома оказалось там живет какой-то дед по кличке часовщик который пошел собирать траву но так и не вернулся волк скидывает его примерные координаты находим деда недалеко от блокпоста военных в туннеле и на него напала свора мутантов в благодарность за его спасение он рассказывает нам что на самом деле под зоной есть секретные правительственные железнодорожные тоннели ну что-то наподобие как метро 2 в метро и как раз под кордоном находится ветка таких тоннелей деды еще до первой аварии следил за одним из секретных входов в эти тоннели который находится в его доме при этом дед уверен что они до сих пор работают потому как за этим люком часто можно услышать какой-то шум деда дает нам ключ и когда мы попадаем в его хибару там действительно располагается вход в какой-то тоннель внизу тоннели представляют собой разветвленную систему в конце которой если вы по ней пойдете вы встретите сидоровича который услышал шум и пошел проверить что там такое оказалось что у него в бункере за закрытой дверью находится комната и там в этой комнате еще один вход в эти тоннели вот и раскрылся секрет этой вот запертой двери в бункере сидоровича куда она ведет если пойти в другую сторону и пройти через хлипкий мостик вы наткнетесь на лестницу который спускается на пару этажей вниз и закрытую дверь от которой мы не знаем пароля а если спрыгнуть вниз туда где труп военного можно найти тайник спрятанный комбинезон росток однако так как он долго пролежал в аномалии то его прочность будет один процент выбраться из этой дыры вы сможете через телепорт в конце тоннеля возвращаемся к сидоровичу и он предлагает нам отправиться в подземелье именно за эту вот закрытую дверь которую мы встречали раньше оказывается это и есть лаборатория x5 он просит вынести оттуда все документы для похода сидорович даст нам автомат и усовершенствованный костюм замкнутой системой дыхания если мы вернемся в дом часовщика то можно встретить там его и у него появятся новые диалоги которых он начнет обвинять нас том что якобы мы шарили в его вещах и украли у него ключ карту по пути в лабораторию можно наткнуться на зомби которые практически не уязвимы к огнестрельному оружию и даже не берет три выстрела вплотную в голову из дробовика открываем дверь внизу и нам предлагают перейти на другую локацию но если не торопиться то можно увидеть секретную комнату которую спрятали разработчики она находится вот за этими вот дверьми на этой локации попасть неё просто так нельзя она представляет собой коридор который заканчивается вот такой вот комнатой похоже на фильм интерстеллар но странно что фильм вышел гораздо позже сталкера стены в этой комнате переливаются разными цветами если вылететь за пределы этой комнате то нас встретит привычные оранжевые текстуры конца локации а это значит что это комната сделана специально но вернемся в лабораторию сразу же около входа на нас нападет какой-то супер сильный контролер который может воздействовать на сознание на огромном расстоянии да еще и через несколько этажей оказывается что в этой лаборатории поселилась свора мутантов разделываемся с бюрерами и в одном из помещений находим на полу труп бойца чистого неба в инвентаре которого можно найти кот граббер который используем для открытия дверей в холле нас ожидает огромная дыреть в полу через которую мы попадаем на нужный этаж активируем дополнительный электрощиток лифты включаются и создают много шума взбудоражив всех жителей этого подземелья далее через такие же дыры в стенах и полу попадаем в туннель наподобие путепровода припять здесь можно найти различную технику и даже танки спускаемся на самые глубинные уровни этого подземелья и встречаем нашего напарника который спустился на лифте он предупреждает что впереди скорее всего засада и открывает двери с помощью скачка напряжения дальше нас ждет большой лабораторный комплекс со множеством открытых и закрытых дверей в одной комнате я нашел уникальную анимацию оборудования которого я не встречал в игре в одной из комнат можно найти дыру в полу которая приводит нас в настоящий тоннель метро в котором находится поезд видимо это и есть та ветка подземного секретного метро о котором и говорил нам дедчасовщик дальше если пойти в самодельный тоннель мы можем попасть в шахту лифта и подняться наверх этот выход приведет нас прямиком на свалку вот такая вот интересная локация находится на кордоне прямо под деревней новичков она представлена в модификации в разработке которой принимали участие разработчики оригинальных теней чернобыля и которая называется путь во мгле надеюсь не все и зрители играли в этот мод и мое видео смогло удивить вас а вот